Продолжение следует... Помню, когда в 90-е годы начиналась история лапароскопии в онкологии. Потом я совершенно чётко помню, как мы стали заниматься сохранением фертильности у онкологических больных и встретили огромное количество негатива. Вот почему у нас сначала негатив, потом осознание, а потом вроде как расположение. Были такие случаи, когда даже врач-онколог говорил, мы не собираемся заниматься фертильностью, потому что это рождение сирот. И так далее, и так далее, что это всё невозможно, что это всё нереально. И сегодня мы подошли к вопросам контрацепции у онкологических больных. И опять чувствую себя, ну вот знаете, в каком-то таком интересном состоянии. Потому что оказывается, по данным НССН, у онкологических больных частота нежелательной беременности и прерывание этой беременности в три раза выше, чем в популяции. В три. Почему? Онколог не говорит, гинеколог не говорит, пациентка не задумывается, особенно если она получает то или иное лечение. Естественно, она даже не подразумевает, что она может забеременеть. Кто должен об этом сказать? Только онколог. Акушер-гинеколог вообще не понимает, чем таргетная терапия отличается от статической терапии, от иммунотерапии и так далее. И как тем более это влияет на фертильность. И апофеозом этого всего, вот этой нашей сегодняшней встречи, нашей темы доклада является то, что просто женщины идут. Ну, может быть, случайно. Но за последние несколько месяцев пришло большое количество пациентов, у которых на фоне лекарственной терапии они приносят беременность. 81 год, заболевание левой молочной железы Т2Н1М0. Мы уже этот клинический случай подали в публикацию, нужны ли менструации для беременности у больных раком молочной железы. Так вот, оказывается, иммуногистохимическое исследование сделано. Р2-отрицательная опухоль, неодивантная стандартная абсолютная история. Не буду на этом акцентировать внимание. Неодивантная химиотерапия, так как пациентка молодая, ей назначили авариальную супрессию для сохранения функции яичников. Был достигнут полный регресс, операция радикально-секторальная резекция, лучевая терапия. Дальше газирелин отменен. Кем отменен? Онкологом. Да, и назначен тамоксифен. Какая-то проблема? Нет, никакой проблемы нет. Последняя менструация у этой пациентки в августе 2022 года. В марте она приходит и обращается на консультацию к гинекологу за жалобами на тянущие боли внизу живота. Еще раз, последние месячные в августе. Боли внизу живота 2022 года. Никаких проблем. Гинекологический осмотр. Матка увеличена до 6 недель. По УЗИ маточная беременность 6 недель. Пациентка принимает тамоксифен. Никто ей не говорит о том, что тамоксифен имеет тартагенный эффект, хотя уже говорилось об этом миллионы лет. Тиста желтого тела левого яичника. Меома матки интермурально-субсирозная. И пациентка ходит по нескольким специалистам. И мне звонит то один, то другой коллега. И говорит, слушайте, ну что делать, потому что она принимает тамоксифен и хочет сохранять эту беременность. Я позвонила в Кулаковский центр и тоже проконсультировалась. Пациентка информирована о том, что это приводит к тартагенному эффекту беременности на фоне тамоксифена. Ну, в общем, беременность замерла на сроке 9 недель. Выполнено выскабливание полости матки по поводу неразвивающейся беременности. И возобновлен прием тамоксифена. Еще одна пациентка. Здесь вообще в голову не укладывается. Как такое может быть? 87-й год рождения. Ей 35 лет. Все у нее в порядке. Двое родов. Два прерывания беременности. Рак правого легкого. Т2-БН2-М1 метастазов в головной мозг от мая 2021 года. Гистологическое исследование. Иммунгистония. Все сделано. Лучевая терапия на очаг головного мозга. Далее первая линия химиотерапии. По схеме поклитоксилкарбоплатин бивоцезумаб. Далее бивоцезумаб поддержки. Аминорея в течение 10 месяцев, коллеги. После первого цикла химиотерапии ТСИ дали на протяжении 6 месяцев регулярные менструации. В ноябре 2022 года пациентка прогрессирует. Назначается вторая линия химиотерапии. Пимикликсеткарбоплатин. Удлинение менструального цикла она отмечает до 60-80 дней. Но все считают, что это ассоциировано с токсичным влиянием на яичники цитостатической терапии. Апрель 2023 года опять же прогрессирование. Третья линия неволумаб 480. При поступлении на пятый цикл введения иммунотерапии незначительное повышение додимера. Задержка менструального цикла уже более 80 дней. Сделан экспресс-тест на ХГЧ. На ХГЧ тест отрицательный. По УЗИ от августа 2023 года маточная беременность. 7 недель и 2 дня. Сердцебиение плода сохранено. И 8 недель пациентка по собственному желанию в связи с пониманием своего состояния прерывает беременность. Но не все так просто. Формируется плацентарный полип. Она бесконечно кровит. И вот в сентябре 2023 года только что мы сделали гистероскопию и удаление этого плацентарного полипа. Поэтому на сегодняшний день я напоминаю несколько ключевых моментов. Первое, что молодой возраст согласно классификации ВОЗ до 44 лет. Практические вопросы, которые возникают при введении пациентов репродуктивного возраста, это то, что показания контрацепции это профилактика нежелательной беременности. Сегодня мы констатируем рост злокачественных опухолей в репродуктивном возрасте. И говорим только о больных злокачественными опухолями в репродуктивном периоде. Данные всех международных экспертных организаций говорят о том, ну вот хотелось бы, чтобы все онкологи слышали, что комбинированные оральные контрацептивы снижают риски развития злокачественных опухолей. Не повышают, а снижают. Контрацепция после онкогинекологических опухолей показана всем после органосохраняющего лечения. Негинекологические опухоли не имеют противопоказания к назначению контрацепции гормональной, негормональной, любой какой хотите. И контрацепция на фоне лечения злокачественных опухолей, то, что я приводила. Ну и вот просто пробежимся, потому что времени немного. Масштабные все исследования, эпидемиологические, снижение рисков, снижение рисков развития рака эндометрия в 2-2,5 раза, снижение рисков развития рака яичника, и снижение рисков развития всех злокачественных опухолей на фоне комбинированной оральной контрацепции на 12%, а для онкогинекологии на 30%. Таким образом, эти цифры говорят о том, снижение колоректального рака на 30%, что это является обязательным, если у женщины есть возможность нормальной регулярной половой жизни и нет желания беременности. И не надо, чтобы мы, онкологи, говорили, что контрацептивы приведут к раку, ничего не приведет. А вот прерывание беременности, согласно Всемирной организации здравоохранения, ведет к развитию вот таких заболеваний. Опять, рак молочной железы, рак эндометрия, рак яичника, злокачественная трофобластическая болезнь и злокачественные опухоли печени. Остановимся на молочной железе и на статистических данных, потому что сколько вообще вот этих пациентов, о которых мы сейчас говорим. Это пациенты репродуктивного возраста, и на сегодняшний день это порядка 10, чуть больше процентов. В нашей стране почти 31 тысяча. Но дальше много это или мало решать каждому из нас. И если посмотреть структуру онкологической заболеваемости женского населения репродуктивного возраста, то она та же самая. Рак молочной железы на первом месте уже 35%, рак шейки матки 14%, меланома, но все, что представлено на слайде, все полностью совпадает с данными, которые представляются Соединенными Штатами. Критерии приемлемости гормональной контрацепции. Их всего 4. Первое можно всем. Второе – польза превышает риски. Третье – риски превышают пользу, но возможно использование. И четвертое – категорически нельзя. Если посмотреть о противопоказаниях гормональной контрацепции или к тому или иному методу контрацепции, то мы видим, что действительно опухоли печени являются стопроцентным противопоказанием для комбинированной оральной контрацепции, как злоброкачественной, так и злокачественной. Ну и гормонозависимые, злокачественные образования, в том числе половых органов или молочной железы гормонозависимые. Далее – Мирена, левоноргистрел, внутриматичная содержащая система, дисплазия шейки матки, да, и диагностированные или подозреваемые злокачественные образования матки или шейки матки рак молочной железы. Хотя по поводу рак молочной железы тут можно рассказывать часами, потому что это очень интересное исследование, которое проведено не только с точки зрения выигрыша, но и на молекулярно-генетическом уровне преимущества использования левоноргистрел в внутриматичной системе. Но и медь содержащая внутриматичная система, никто ее не отменял, противопоказание для нее только злокачественная опухоль тела и шейки матки. Трофопластическая болезнь. Много таких пациентов, много. Пузырный занос, все они идут и к вам, и к нам, и в диспансеры, и так далее. И проведя эвакуацию пузырного заноса и выполнив гистологическое исследование, подтвердив этот диагноз, никто из нас не назначает гормонная контрацептива. А это первые критерии приемлемости. Им год нельзя беременеть. Им обязательно нужно назначить контрацептиву, если, возможно, фалат содержащие. Что касается заболеваний молочной железы, то сегодня статистически достоверно доказано уже на миллионных исследованиях, что именно комбинированные оральные контрацептивы снижают риски развития фиброаденом на 40%. Ну, кист, понятно. Более того, пролиферативные изменения снижаются и защищают молочную железу от доброкачественных заболеваний. Что делать с женщинами, которые носители Берсии? Никакой проблемы нет. У них нет никаких противопоказаний комбинированной оральной контрацепции, потому что мы знаем, что эта мутация ассоциирована не только с опухолемолочной железы, но и с яичниками. А на фоне комбинированной оральной контрацепции снижаются риски развития рака яичника в 2-2,5 раза. Поэтому нет ни одного исследования, которое говорит о повышении рисков либо о повышении манифестации рака молочной железы у БРК-носителей. Я специально не говорю по поводу рака молочной железы, потому что на сегодняшний день, кроме медь, содержащей внутриматочной системы, которая имеет первые критерии приемлемости, то есть всем можно без ограничений, все остальное имеет четвертый критерий приемлемости, а доброкачественные изменения имеют первый критерий приемлемости. И вот в конце 2022 года я тоже являюсь автором этих национальных медицинских критериев приемлемости применения гормональной контрацепции для врачей акушеров-гинекологов. Написано все то же самое, коллеги, что если рак молочной железы в настоящее время противопоказан, особенно если это гормонозависимый, про гормон рецептор негативный, поговорим, может быть, позже или в следующий раз. И в анамнезе, если был рак молочной железы, отсутствуют признаки рецидива, и здесь появляется впервые в истории цифра 3, когда, да, риски есть, но и нет стопроцентных противопоказаний. Что касается последних исследований, то сегодня говорим о том, что необходимо повышать осведомленность и улучшение целевого консультирования по вопросу котроцепции для женщин с диагнозом рака молочной железы. Что делать с шейкой? Ну, с шейкой все очень просто, потому что есть левоноргистрел, содержащий внутримач системы, и мидсодержащий, который, в общем-то, нежелательно для этой категории пациентов. Но комбинирование норальной контрацептивы не противопоказано, особенно фалатсодержащие. Были последние исследования, которые говорят о снижении даже прогрессии цервикально-интерапитериальной нораплазии при фалатсодержащих контрацептивов. При проведении органосохраняющего лечения нет никаких противопоказаний для продолжения контрацепции и нет никаких противопоказаний для назначения комбинированной норальной контрацепции. Если у женщины доброкачественно изменяющие эки матки, то это везде первый критерий приемлемости. Если цервикально-интерапитериальная нораплазия различной степени выраженности, то вы видите, что возможны все критерии использования всех препаратов. И наиболее высокий показатель – это второй, когда преимущества превышают риски, это у левоноргистра, содержащей внутриматочной системы. Что тоже самое написано в наших национальных критериях. Далее рак эндометрия. Ну, здесь опять же стоит вопрос, что это только женщина а-репродуктивного возраста. То, что мы ей делаем – органосохраняющее лечение. Дальше она реализует репродуктивную функцию после эффективной терапии. И мы видим, что после того, как она реализует репродуктивную функцию, если она отказывается от пангистроктомии или экстрепации матки без придатков, то на сегодняшний день у нее первый критерий приемлемости для всех комбинированных оральных контрацептивов. Почему? Потому что они снижают риски развития рака эндометрия. И опять же, это полностью бьется с национальными критериями приемлемости. Рак яичника. Какой рак яичника, Анна Эдуардовна, и гормональная контрацепция? Конечно, это только первая А-стадия. Это, конечно, те пациенты, которым в виде исключения после тщательного хирургического стадирования выполнена органосохраняющая операция. Но им-то надо либо рожать, либо, если не рожать, то использовать контрацептивы, потому что они снижают риски развития рака яичника в 2-2,5 раза. И это, опять же, полностью бьется с национальными критериями. Дальше саркома костей и мягких тканей. Это заболеваемость всего составляет 1% в общей структуре, но мы помним о том, что это в основном молодежь. Поэтому у этих пациентов обязательно нужно проводить консультирование по поводу контрацепции, независимо от того, получают они лечение или уже закончили, потому что это является однозначно необходимой юстью перед реализацией репродуктивной функции. Следующий момент – меланома. Но вот здесь, к сожалению, существует положительная связь между использованием оральных контрацептивов и риском развития меланома. Этот риск увеличивается линейно с продолжительностью использования. Но на сегодняшний день мы знаем, что меланома – это то заболевание, которое требует 300 тысяч мутаций, поэтому здесь комбинированы оральные контрацептивы. Если у женщины диагностированы меланомы, наверное, мы не будем использовать. Мы используем внутриматочные системы. Что касается ракосчитовидной железы, вообще нет никаких противопоказаний и значительно снижаются риски на основании всех метаанализов и никаких противопоказаний для контрацепции нет. Вот такая пациентка, ракосчитовидной железы, первая стадия. В 31 год был диагностирован в анамнезе двое родов, один на аборт. В беременности она абсолютно не заинтересована. Есть у нее противопоказания для назначения контрацепции? Ответ – нет. Поэтому она должна принимать гормональные контрацептивы до желаемой беременности. И в беременности, кстати, тоже у нее никаких противопоказаний нет. Возле лечения ракосчитовидной железы. Далее рак прямой кишки, рак толстой кишки. Использование оральных контрацептивов связано со снижением рисков развития колоректального рака для женщин на более чем 30%. Ну и поэтому, если пациентка после диагностированного рака толстой кишки спрашивает о возможности назначения гормональных контрацептивов, ответ однозначно – да. Популяционные исследования огромные – 100 тысяч пациентов. Тех, у кого когда-то была установлена МИРЭ, налево-норкестрелонотриматочная система, был значительно снижен риск развития и рака яичника, и рака эндометрия, чем в популяционной группе. Последние исследования все-таки акцентируют внимание на том, что да, действительно для рака гормонозависимых опухолей, если есть необходимость контрацепции, медсодержащая внутриматочная система, рассматривается как средство первой линии, и у большинства онкологических больных на фоне лечения высокоэффективные обратимые противозачаточные средства, такие как имплантируемые, контрацептивые и внутриматочные. И вот с чего я начала, тему хочу практически завершить, потому что частота незапланированных беременностей у наших женщин, которых мы стараемся раньше выявить, которых мы стараемся эффективно полечить в три раза выше, чем в популяции, потому что никто об этом не говорит. Не говорили раньше о фертильности, сейчас говорим, не говорили раньше об орканосохраняющем лечении, говорим, поэтому, конечно, на сегодняшний день женщины на фоне аминореи, ведущие активную, даже на фоне аминореи, да, я вам приводила первый пример, ведущие активную половую жизнь должны быть проинформированы о необходимости контрацепции для предотвращения желательной беременности, если они не соответствуют определению менопаузы, и если их сексуальная активность может привести к беременности. Ну и есть даже рекомендации, вот они 2000, коллеги 2012 года, какие можно, какие не можно препараты рекомендовать для наших пациентов. Спасибо огромное за внимание и за предоставленную возможность сегодня поучаствовать в вашей конференции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok